Я для себя осознанно поняла, что такое счастье, когда Аня, моя дочь, в ответ на «Счастье не за горами» написала в Демитково лозунг «Счастье здесь». И с того момента Демитково стало территорией счастья, и мы поняли о том, что нам грех просто не проводить счастливые субботы. До территории счастья это было место силы, там все оздоравливались, а изначально оздоравливались сотрудники нефтяного комплекса, потом сотрудники других компаний, потом жители Перми. То есть это было местом силы, местом здоровья. А когда у нас появился лозунг «Счастье здесь», это стало территорией счастья. Проект «Счастливые субботы» Демитково – это проект, целью которого является повысить уровень счастья и радости в жизни пермяков. Счастье каждый понимает по-своему. Для кого-то счастье – это быть здоровым. И люди понимают, что когда они приносят пользу своему здоровью и физическому, и душевному, когда они находятся за городом, гуляют, занимаются практиками, которые несут оздоровление, это прекрасно, это хорошо. Для кого-то счастье – это участие в интеллектуальной игре. Это тогда, когда мозг кипит, когда находятся ответы на вопросы, это приносит радость, это эндорфины. Для кого-то радость – это узнавать что-то новое, что сейчас новое, что сейчас в тренде. И четвертое направление – это творчество. У нас очень много одаренных, интересных людей, которые живут в Перми, которые готовы и петь, и музицировать, играть на музыкальных инструментах, и читать стихи. И возможность этим людям дать площадку, чтобы собраться и поделиться радостью творчества и сотворчества, мне кажется, это тоже прекрасно. Первое – это был тест-драйв 2 ноября. Мы представили все четыре направления, но они были представлены буквально по 40-50 минут. Было очень много желающих, мне звонили буквально до ночи, ночью в пятницу вечером, мне звонили и говорили, что мы хотим. Я говорю, понимаете, я понимаю, все, но билетов нет, уже давно билетов нет, пришлите в следующий раз. Билеты будут стоить тысячу рублей, они говорят, это не важно, мы заплатим тысячу рублей, только возьмите нас на тест-драйв на 2 ноября. Но тест-драйв уже прошел, а сейчас на каждую программу будет выделено 4 часа, потому что счастливая суббота – это в 11 часов прекрасный большой автобус отправляется из центра города, сквера уральских добровольцев, вас привозят в Демитково, прогулка, скандинавская ходьба по выбору, экскурсия, потом обед. Был очень вкусный обед, очень приятно было, когда участники подходили и благодарили, говорили, мы такого, такой вкусноухи никогда не ели. И после этого у нас есть 4 часа для программы. Прекрасный дом приемов, рыцарский зал, где проходят лекции и занятия в помещении, он тоже не бесконечный, там вот 50-60-70 человек комфортно, но больше уже как бы 80 уже было тяжеловато, откровенно говоря. Поэтому мы настраиваемся, чтобы 50-60-70 пермяков каждую субботу будут отрываться от диванов, от телевизоров и от смартфонов, приезжать за город, дышать чистейшим сосновым воздухом, общаться с друг другом, находить единомышленников и выстраивать новые социальные связи. Суббота 9 ноября, она будет посвящена теме здоровья. Тема, которая близка мне как врачу, это, конечно, тема аллергологии. А одна из тем лекций будет пищевая аллергия, ее мифы и реальность. Другое направление, эта тема будет осознанное дыхание. Здесь очень важная цитата, которую я всегда привожу, что у просветленного человека есть два праздника – вдох и выдох. Следующее направление, без чего мы не можем жить – это бездвижение. И движение у нас есть как в нашей крови, так в нашем теле, так в нашей голове. Самая лучшая техника, объединяющая это все – это цигун. Цигун переводится как «движение энергии». Ци – это энергия, гун – это движение. И без движения энергии нет жизни. В общем-то, учение о цигуне – это учение жизни. А я считаю, что на нашей территории счастья все-таки самое главное – это люди. Вернуть людей к коммуникации, к радости общения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова